Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект «Автостоп-шоу» приветствует вас на Пилот-радио наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яуро. И я, Марина Семёновна, с вами. Здравствуйте. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении получаса будем обсуждать вопросы, связанные с продажей поддержанных автомобилей. Рано или поздно любой автовладелец задумывается о продаже своей машины, и вопросов обычно в связи с этим возникает немало. Разбираться во всех тонкостях процесса нам будет помогать авторитетный эксперт. Это Алексей Кариков, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Нордавто». Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Наш гость, эксперт дня, пришел не с пустыми руками. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у него заготовлен специальный тематический автоприз. Сегодня это бейсболка и кружка с символикой Рено Аркана. Обязательно разыграем этот приз среди слушателей автостоп-шоу на Пилот-радио. Вопрос будет, кстати, на внимательность. Следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. Но также впереди вас ждут наши познавательные рубрики «Автофакты» и «Авторелиз». Кстати, одна из них уже прямо сейчас в эфире – это «Авторелиз». «Авторелиз». Для достижения цели использовали какие-то иные возможности. Либо житейские обстоятельства сами пошли им навстречу. Кто-то из них получил автомобиль в качестве подарка, кому-то машина досталась по наследству или в качестве лотерейного выигрыша. Некоторые взяли деньги на покупку у друзей или родных. Вот такая у нас информация интересная. Ну да, здесь очень символично. Я так подумал, вот сейчас пока звучала наша рубрика «Отбивка» о том, почему у нас сегодня «Автоприз» – это кружка с неволикой реной «Арканы». Знаете, как бы в народе бытует такой фразеологизм. Один поворот ключа, и новая машина уже становится автомобилем с пробегом. Так что, наверное, когда-то и «Арканы» будут представлены на нашем рынке. Но у меня вопрос к Алексею. Вот вообще, как вы можете оценить рынок автомобилей с пробегом? Насколько он перспективен и какие формы продажи существуют сегодня на нем? Ну, рынок автомобилей с пробегом достаточно широк. Он превышает рынок новых автомобилей почти в три раза сейчас на данный период. Он менее поддается каким-то изменениям в силу каких-то кризисных обстоятельств, еще что-то. В целом, этот рынок более стабильный, назовем это так. Вот передо мной сейчас как раз лежат листы, распечатанная инфографика «Автостата». И вот если верить этой статистике, а ей нельзя не верить, то сейчас поддержанных автомобилей, то есть автомобилей с пробегом, продается где-то в три с половиной раза больше, чем новых автомобилей. Вы это ощущаете по деятельности своего салона? Ну, в рамках официального дилера это ощущается, наверное, не так сильно, как в статистике, потому что все-таки у нас еще львиная доля идет все равно продажа автомобилей от физика к физику, от физлица к физлицу. Но, тем не менее, заметная тенденция однозначная – это увеличение продаж через дилеров. И с каждым годом количество продаж увеличивается. Соответственно, рынок приходит в цивилизованный вид, то есть когда все прозрачно, когда все в одном месте, когда действуют правила одного окна, то есть где можно прийти, купить автомобиль, договориться о сервисном обслуживании его в дальнейшем, возможно, приобретение не только за наличие, но и в кредит. То есть вот это все позволяет нам, скажем так, быть культурными и прозрачными в рынках автомобилей с пробегом. И называется это все. Каким термином, если все в одном? Все включено. Все включено. Наверное, все-таки это трейд-ин, да, я так думаю? Это не совсем, конечно. Все-таки мы сейчас… Правила одного окна. Да-да-да-да, я думаю, как раз нам сейчас расскажет очередная наша рубрика. Да, очередная наша рубрика. Я именно к этому. Пожалуйста, «Автофакты» в эфире. АВТОФАКТЫ Программа «Трейд-ин» пришла в Россию из-за рубежа. Несмотря на то, что трейд-ин уже на протяжении нескольких лет активно используется российскими автосалонами, термин не был переведен на русский язык и не нашел себе русскоязычного аналога. При этом в английском языке данное словосочетание имеет конкретное значение – замена старого товара на новый с доплатой. За рубежом термин может относиться к любой торговой сфере – от бытовой техники до мебели. Но в России прочно связан лишь с продажей авто. Ну, смотрите, Алексей, вот сейчас только что мы узнали, наконец-таки, что же такое трейд-ин. Для меня, честно, было откровением. Я тоже считал, что во всем мире это относится чисто к автомобилям. Да, оказывается, это относится и к мебели, и чуть ли не к домашним животным. Да, здесь везде сейчас встречается. Да-да-да-да. Так вот, возвращаемся к нашей теме, к автомобилям с пробегом, которые продаются у нас в России. Вот доля трейд-ин, вот именно машин в вашей деятельности, она велика? То есть обмен... Считается, 60%. Мы ее также выполняем, то есть и, в принципе, даже больше делаем. А с чем связано вот то, что люди вот идут на трейд-ин, а не идут, допустим, просто продал свою машину, купил новую? Ну, я понимаю, что там есть какие-то преференции. Ну, это, да, безусловно, это связано и с поддержкой непосредственно дистрибьюторов, то есть при обмене сейчас даются разные рода скидки, которые, скажем так, побуждают людей не заниматься самостоятельной продажи, а, в принципе, прийти и сдать в автосалоне. Ну, и второй момент, это, конечно, все равно страхи, да, то есть страхи быть обманутым, если вы где-то на стороне будете продавать в автобиле самостоятельно. Это страх обмана, это, во-первых, затрата времени, потому что продажа не случается, просто с щелчка опалдится. Это время, то есть когда вам нужно постоянно, чтобы автомобиль был готов, то есть к показу, соответственно, позвонили вам днем или глубоким вечером, вам необходимо с чистым автомобилем приехать в то место, где клиенту будет удобно его посмотреть. Плюс, если все вы даже по сделке у вас хорошо, это риск взять деньги... Что вас просто кинули. Да, ну, или взять деньги, скажем, какие-то фальшивые, или, в принципе, без денег без автомобиля. Мошенники разные способы, да, предлагают обмана автомобиля. А сейчас, да, то есть сейчас в связи с тем, что как бы у нас все равно такая стабильность в России, точнее нестабильно все в России, и желающих нажиться на чем-то другом имуществе, как бы оно велико. Тем более на такой популярной вещи, как автомобиль. Хорошо, вот смотрите, вот, допустим, у меня есть подержанный автомобиль, я хочу его продать, хочу приобрести какую-то новую машину. Вот мои действия, то есть я приезжаю в ваш салон... Ну, на самом деле, все это просто. В нашем случае все это просто. Вам необходимо выбрать новый автомобиль, приехать к нам в салон, прежде всего. А я должен уже знать, какую машину хочу менять, или это мне в салоне предложат? Ну, смотрите, прежде чем, скажем так, продать свой автомобиль, вы и вообще, в принципе, клиенты, да, всегда примерно представляют, что они хотят новое. Ну да, где-то, наверное, и сходят. Поэтому приезжают именно в тот салон, который торгует той именно продукцией, той фирмы, которую, в общем-то, они хотели бы поменять. Совершенно верно. То есть подбирают автомобиль новый, да, подходящий под их критерием. Соответственно, после этого наши специалисты производят осмотр вашего автомобиля, собирают данные непосредственно по автомобилю, осматривают его. Все это заносится в систему, да, которая позволяет нам не потерять никаких данных, и все до малейших подробностей изучить и просмотреть автомобиль. После этого мы вообще, прежде чем вынести стоимость автомобиля, за которую мы хотим его свое купить, рассматриваем не только рынок, но и такое, как состояние конкретного автомобиля, потому что каждый индивидуален. Это рынок, да, я повторюсь еще раз, и это наш личный опыт. То есть мы за всю свою деятельность и, скажем, продаж автомобилей с пробегом, мы продали, наверное, порядка, там, 5000 автомобилей за все время. У нас достаточно огромный багаж, багаж знаний, багаж умений и багаж, в принципе, реальных сделок. То есть, вы знаете, будет машина стоять, или она быстро уйдет. Да, все верно, то есть реальных сделок. Поэтому мы можем максимально точно оценить, максимально выгодно, скажем так, для клиента, называть ему стоимость, потому что мы знаем, что этот автомобиль быстро реализуется или, допустим, реализуется с какими-то нюансами. То есть вот это все. Ну, а часто бывает, например, что клиент все-таки не согласен с вашей оценкой, встает и уходит, а диагностика уже сделана. Диагностика, она, кстати, в этом случае оплачивается клиенту. Наши клиенты диагностику, техническую не оплачивают ни в каком случае. То есть мы эти расходы взяли на себя, в принципе, для чего, потому что мы заботимся о наших клиентах непосредственно, да, и зачастую вопрос, раньше вставал по поводу оплаты, потому что люди, ну, немножко опасались, что мы им там деньги возьмем, мы наговорим им кучу-кучу всего, и мы от этого ушли, в принципе. Да, да, чтобы снизить стоимость. Да, совершенно верно. Мы ушли, чтобы люди не видели никакой подоплеки, и как бы, что у нас все прозрачно, опять же, еще раз повторюсь, да, что у нас все честно. Ну, такое бывает, но, наверное, я не буду конкретно какие-то варианты говорить, а просто скажу, что это 1% из 100. То есть люди все-таки осознанно к вам приходят, уже конкретно имеют цель продать и оставить у вас автомобиль. Да, мы стараемся все возражения снять еще на этапе первичной оценки, то есть потому что вот самая работа такая основная проходит с людьми после переговоров именно при первичной оценке. Мы людям поясняем не только там, да, словами, а у нас есть специальный лист аргументации стоимости автомобиля, где мы конкретно показываем, с чего складывать стоимость автомобиля, ну, потому что зачастую люди на слух не все воспринимают, а наглядности все это им доказывают. И, в принципе, мы возражения все снимаем на ранних стадиях, поэтому, наверное, диагностика тоже такая формальность, просто выявить, точнее, не выявить какие-то скрытые повреждения, чтобы потом в последующем клиент новый, кто приобретает данный автомобиль, был уверен в его качестве. Ну вот, кстати, сказать хорошо, вот смотрите, ну, пришел автомобиль, вы его осмотрели, вы согласились, вернее, пришли к какому-то согласию и пониманию по цене, вы его выставляете на площадку, вы какие-то действия с ним совершаете? То есть вы его, грубо говоря, причёсываете перед продажей? Да, безусловно. То есть так как автомобиль с пробегом, да, и он не исключено, что может требовать каких-то вложений дополнительных, как лакарочного покрытия, так и технической части, как раз вот это вот всё выявляется на стадии диагностики, это всё калькулируется, на это делается акцент с клиентом, и после это, конечно, всё ремонтируется. Но это способствует понижению цены, я так понимаю, да, то есть вы эти затраты вешаете как бы всё равно на клиента, который вам машину предоставляет. Смотрите, мы предлагаем два варианта, то есть непосредственно клиент может сравнить это самостоятельно, если он уверен, что где-то это он сделает выгоднее, чем у нас, хотя у нас это выгодно, мы делаем по внутренним ценам, то есть и минимально закладываем туда стоимость, ну, либо оставить так и да, согласиться с нашей калькуляцией, потому что, опять же, почему это делается, учитывается? Вот, если это не сделать, клиент следующий, ну, кто будет покупать автомобиль, он будет просить скидку, а, соответственно, если мы будем закладывать скидку, мы априори будем тогда понижать стоимость автомобиля. А чтобы этого не делать, чтобы машину продать дорого, а её можно продать дорого, только в том случае, если она будет безупречна. Вот, поэтому, то есть мы эти нюансы все видим, мы их устраняем, безусловно, у нас есть свой кузовной цех, малярный кузовной, который производит качественные работы по всем стандартам, у нас есть профильные и мультибрендовые сервисы, то же самое, вот, коллега мой недавно был, Еврипар. Вот, то есть у нас всё для этого есть, чтобы автоматически привести в порядок и потом, чтобы люди, кто его приобретает, эксплуатировали. Да, более того, мы, когда машину продаём, мы даём сервисные карты, сервисные карты на наше обслуживание непосредственно, то есть человек может потом приезжать и к нам обслуживаться. А вы вчера, вот, уже, скажем так, с позиции, уже мы рассматривали продавца, теперь с позиции покупателя, когда машину вы передаёте ему, вы эти диагностические карты ему выдаёте на руки? Да, более того, у нас это всё прописано в договоре, что человек ознакомлен с техническим состоянием автомобиля, мы говорим, что, в каком состоянии автомобиль был до момента приёма, допустим, какие ремонтные работы, если вдруг мы проводили, проводили, то есть всё полностью, мы ничего не скрываем, то есть если какие-то числятся ДТП за автомобиль, мы говорим, что и как, и, в принципе, насколько это критично было или не было. Если автомобиль безупречен и у него сервисное обслуживание дилерское, то мы также и всё говорим. Алексей, у меня хочется ещё несколько фактов из российской статистики, которую собирал Автостат. Вот, например, самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остаётся вот Ford Focus, продажи одни из самых высоких среди иномарок. А вот если говорить о Тверском рынке, что у нас? Ну, смотрите, Тверской рынок, он... Это иномарки, я оговорюсь. Да, он, конечно, отличается от общей российской, потому что вообще каждый регион отличается от, скажем, в целом. Да, ну, я, наверное, не буду говорить в целом за Тверской рынок, я скажу конкретно за нашу площадку, потому что мы сейчас площадку развили до 150 автомобилей, даже больше путём, опять же, качественных работ. И вот со 150 автомобилей, во-первых, половина автомобилей у нас приобретается, это профильных наших, таких как Renault, Citroёn, УАЗ. Половина автомобилей приобретается, это сегмент B-класса, наверное, достаточно доступные автомобили, там, ценой до 500 тысяч рублей. Вот это как бы, это факт, это вот реальные сделки. То есть фокус, это в пределах России? Это общероссийская, да, статистика. Да-да-да-да, у нас... У нас двоя. Ну, нет, он тоже может попадать, но... А из российских автомобилей что? Из российских, это из сегмента Lada, то есть... Классика. Тут мы идём много со всей России. Да-да-да, здесь направление Самара, как раз 14-15 модели. Вот как раз Самара в российском-то тоже как раз и лидирует. Да-да-да. Но интересный момент такой, вот я, опять-таки, ссылаясь на ту же статистику, что у нас доля отечественных марок, она падает на рынке, даже на вторичном, а растёт как раз именно доля иномарочной продукции. Ну, наверное, здесь как раз показательная вот работа как раз и вашего дилерского центра, да? Наверное, тоже самые цифры можете привести. Ну, да, совершенно верно. Просто, смотрите, доля ситчных автомобилей, то есть она велика, но также велика именно продажа из рук в руки, именно отечественных автомобилей. То есть дилер продаёт машин отечественных, именно вот, ну, вот как раз самые популярные, с 14-15 моделей, достаточно мало. Вот. Всё-таки к дилеру это больше за иномарками. Да, там сосед с соседу, брат с вату. У нас всё-таки это больше, конечно, иномарки, которые более пользуются. Значит, мы в тренде. Да. Автостоп-шоу на Пилот-радио продолжается. Эксперт дня сегодня. Это Алексей Кариков, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом группы компании «Нордавтом». Алексей, вот опять-таки хочу к российской статистике обратиться. средний возраст продаваемых машин по России, это 11,4-х годов. То есть, грубо говоря, примерно 11,5 лет. Вот в Твери какова статистика? Сколько возраст, да, продаваемых в Твери автомобилей? Ну, я опять, наверное, не буду за всю Твери говорить, скажу конкретно за наш центр. Также, смотрите, если касаемо профильных марок наших, то это где-то владение. В последний раз мы снимали статистику порядка 5,5 лет, где-то примерно так. То есть, раньше, если это было 3 года, там 3-3,5, то сейчас это до 5,5 лет увеличилось. Родки ездят еще после гарантии ей в жизнь. Да, 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 то есть, начали больше эксплуатировать. Если касаемо мультибренда, то это где-то в районе 8 лет. То есть, смотрите, вы выбиваетесь даже, так скажем, из статистики, потому что у меня вот есть тоже показатели. Проводилось исследование, и Тверская область здесь находится на 49-м месте. Средний возраст продаваемых автомобилей 11,6 лет. То есть, мы как бы... То есть, мы как раз в самом середине списка. В середине списка, да, и как бы... Под среднюю статистику подпадаем. Да, но это как раз, я думаю, говорит в пользу нашей площадки, которую мы сегодня представляем, потому что тут машины посвежее. Ну да, да, свежее, качественнее, лучше. Хорошо. Вот мы говорили, скажем так, до нашей паузы на рекламу. С точки зрения продавца обсуждали наш вторичный рынок. А теперь поговорим с точки зрения покупателя. Вот когда покупатель приобретает автомобиль на этом рынке, он может рассчитывать на какие-то гарантии того, что он приобрел? Да, конечно, безусловно. Во-первых, это гарантия юридического лица, да, то есть... Который мы несем... Соответственно, частоты. Да, юридической частоты, юридической вообще после такого, скажем так, сопровождения после продажи, да, то есть... Мы несем ответственность за вот тот товар, который мы продали. Это все есть, безусловно. А если я пришла, например, поменять свою машину, уже поддержанную, да, естественно, на вашу поддержанную, вот мне, может быть, какие-то преференции положены? Ну да, смотрите, это называется, скажем так, вторичный трейд-ин в простонародье, да, когда обменивают, да, то есть с пробегом на другой автомобиль. Да, совершенно верно, то есть мы для своих клиентов, ну для тех клиентов, кто решает у нас приобрести автомобиль с пробегом и при этом сдать свой, мы предусматриваем дополнительный дисконт, в этом случае на приобретаемый автомобиль, это 20 тысяч рублей. Тем самым, то есть он может, опять же, распределиться с этими деньгами по собственному желанию, да, он может оформить, еще раз повторюсь, ту же самую страховку у нас, какие-то приобрести дополнительные аксессуары, то есть это все возможно. Вариантся много, да. Да, да, совершенно верно. Но вот в вашей практике, вот много таких сделок происходит, когда вот люди именно поднимают класс своего автомобиля? Ну, БУ на БУ, но выше класса, да. Смотрите, но это где-то примерно на уровне 15% от общей количества продаж. А какие машины доминируют в этом случае? Можно назвать? Да, наверное, преимущество это приобретает у нас профиль нашей автомобиля Renault Duster, как раз приезжая на поддержанных иномарках, это условно там 10 лет даже, там доходя, ну, качественных автомобилей, да, и как раз хотят пересесть на что-то полноприводное. Вот здесь вот наш профильный рынок как-никак лучше подходит. Ну, рынок SUV, да, в этом самом, он тоже, если верить той же статистике, на которую мы сегодня неоднократно ссылаемся, он самый быстрорастущий. Хорошо. А кредиты вы можете, например, предоставить, если не хватает денег, да, на вторичные трейды? Да, безусловно, то есть у нас действуют льготы на кредитные ставки, это минимально от 9 и 9 процентов. Опять же, достаточно расширенный у нас действует диапазон по возрасту, там, до 75, там, 78 лет на окончании кредита. То есть, ну, в принципе, каждый желающий теперь, невзирая на возраст и состояние, скажем, да, может приобрести интересующий товар, интересующий автомобиль. Алексей, вот вы можете сейчас нашим радиослушателям сказать, где находится такая уникальная площадка, где предоставляют и кредиты на вторичном рынке? Да, конечно, самая большая площадка, более 150 автомобилей в наличии, вы можете найти по адресу город Тверь, Московское шоссе, дом 11, Дирицкий центр Нордавта, Рено, Ситроен, то есть там у нас все общее, достаточно большое. Но я знаю, что у вас еще есть площадка и в Ржеве. Да, совершенно верно, к кому или не ехать сюда, или кто-то находится по соседству с Ржевым, конечно, даже там у нас представлен филиал, где также автомобили проходят все диагностические моменты и такого же качества. То есть там уровень будет такой же? Абсолютно, абсолютно. У нас стандарты качества по всем Дирицкий центрам одинаковые. Группа компаний, понятно. Автостоп-шоу на Пилот-радио продолжается. Эксперт дня сегодня у нас Алексей Кариков, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, группы компаний Нордавта. И Алексей готов подарить одному из наших слушателей подарок. Время для нашего специального тематического автоприза уже подошло. Итак, телефоны студии, Пилот-радио уже готовы принять звонки. От наших слушателей озвучу номера. Это 337-77 и 78-77-10. Звонить можно прямо сейчас. Кстати, звонок уже один есть. Давайте попробуем принять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Андрей, меня зовут. Вы внимательно слушали нашу программу? Слушал. Замечательно. Тогда, я думаю, вам не составит никакого труда правильно ответить на наш вопрос. Ну и, конечно же, стать обладателем нашего сегодняшнего автоприза. А это бейсболка и кружка с символикой Рено Аркана. Итак, озвучу вопрос. Вопрос такой. Ответ на него, конечно, может дать легко. Слушатели, которые слушали. Какая иномарка является самой популярной на вторичном рынке в России? Ваш вариант ответа. Форд. Еще раз, пожалуйста, громче. Форд. Форд. Ура. Мы поздравляем вас. Вот так вот. Первый слушатель. Да, первый слушатель. Спасибо вам за то, что вы внимательно слушали нашу программу. Мы как раз вопрос я хотел бы задать. Да. Наш визави на какой машине ездит? Да. И пользуется ли он услугами вторичного рынка? Нет, не пользуюсь. Не езжу. Не ездите. Ну, я думаю, что будет еще возможность. Да, и как раз посетите площадку Нортавто. Может, что-нибудь себе присматривайте. Что-то обязательно себе проберите. Тем более, что за призом вам как раз туда и ехать. Замечательно. Не вешайте, пожалуйста, трубочку. Мы расскажем вам, как забрать ваш автоприз. Ну, я думаю, что нам пришло время тоже попрощаться. И отправиться на Московское шоссе 11. Да, конечно. Всех ждем. Всем рады. С вами была Автостоп-шоу на Пилот-радио. Автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яуро. И я, Марина Семенова, прощаюсь с вами. Удачи на дорогах всем. Владимир. Удачи вам и вашим авто. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.